Серж Винтеркей, Глау Рунг, Михаил Вяземский. Рыцарь Системы. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Утро улица. Однообразные здания, хмурые лица. Привычное очарование этого уже изрядно надоевшего не до города. Стас не так себе представлял побег из провинции. Москва-то, Москва-сё. Чего его туда так тянуло? Впрочем, в Москве все может и классно, а вот Подмосковье немногим отличается от его родного Мухосранска. Один плюс зелени тут очень много. Иногда вообще забываешь, что находишься в цивилизации. Но ради зелени можно было бы свалить куда-нибудь подальше на восток. Там, говорят, и вузы нормальные есть. Парень размышлял, задумчиво шагая в направлении своей новой работы. Связей нет. Вышка накрылась медным тазом, ПТУ не оканчивал. Выбор между грузчиком, продавцом и работником общепита не впечатлял разнообразием. План Б, придуманный когда-то чисто для галочки на бумаге, выглядел просто. Несложная и низкооплачиваемая работа, параллельно изучение программирования, потом фриланс и выход на нормальный уровень заработка. В плане не был учтен лишь один нюанс. Пара лет — это долго. Пара лет в сером скучном городе с дырой в кармане — это очень долго. Тогда Стасу казалось, что он это спокойно выдержит. Но чем дольше он вникал, тем больше новых деталей открывалось. Оказалось, что взрослая самостоятельная жизнь, к которой он стремился, гораздо сложнее, чем кажется, со стороны. В школе его такому точно не учили, а вот стоило бы. Впрочем, все это — последствия его собственного решения. Поздно жалеть. Черноволосый, среднего роста, самой обычной внешности, он, кажется, отлично сюда вписывался. Шаг следовал за шагом, и каждый новый мало чем отличался от предыдущего. До определенного, неуловимого момента. Моменты, когда мир мигнул, а уже изученный пейзаж резко сменился на совсем иную и весьма пугающую картину. Древние серые одноэтажные дома, зияющие пустыми провалами окон и дверей. Абсолютно черное небо без единого облачка. Полное отсутствие всякой растительности. Вместо асфальтированных улиц каменная, мостовая, явно знавшая лучшие времена. Причем, судя по виду, лучшие времена закончились не меньше века назад. Он появился тут, кажется, секунду назад и уже почувствовал какое-то давление. Что-то внутри хотело как можно быстрее убраться отсюда. Вопрос был лишь как. Первой мыслью была «А что?». Второй какая-то не очень смешная шутка про телепортацию в родной провинциальный городок. Потом пошла паника, через пару секунд задавленный усилием воли. Стас знал свою склонность. Разводить суету не по делу и успешно с этой чертой боролся уже несколько лет. Откинув эмоции, он начал осматриваться на местности. Уже не в прострации, а целенаправленно выискивая что-то. Присел на корточке, поднял какой-то камень, выпавший из мостовой. Крепкий, прохладный, немного колкий, с торчащими кое-где кусками раствора. Выгляделся в скол. Каждая крупинка была максимально реальной. Значит, не сон. Человеческий мозг на такие трюки не способен. Задумавшись, парень как-то нерешительно ущипнул себя за руку. Знал, что способ дурацкий. Но слишком засело оно в голове. В следующую секунду взгляд Стаса замер на совершенной инородной части ландшафта. Абсолютно черная матовая палочка сантиметров в пятнадцать длиной, не тронутая ни пылью, ни временем. Ее навершие будто кто-то неаккуратно сплющил и вставил в него красный кристалл. В окружение она не вписывалась вообще, будто упала откуда-то с неба минуту назад. Да-да, прямо ему под ноги. В такие совпадения почему-то не верилось. Подумав еще секунд десять, парень пожал плечами. Особых вариантов на самом деле не было. Надо пройтись по городу и проверить дома. Мало ли найдется подсказка, куда он попал. Ну и палочку, конечно, стоит взять с собой. Любая странность может дать ему больше информации. Пожав плечами, Стас стянул футболку, обернул ею руку и аккуратно поднял эту странную вещь с земли, чтобы в следующую секунду ее выронить. На черной до этого поверхности резко запылали огненные буквы. Почти сразу ему стало очень стыдно. Как-то страшно, не привыкнули в двадцать первом веке, что любая гладкая поверхность может быть экраном. Подхватив ее обратно, он прочитал надпись «Активация», сделанную пафосным готическим шрифтом поперек палочки. Секунду спустя надпись превратилась в стрелочку, указывающую на тот самый красный кристалл. Сначала осмотреться на местности, потом экспериментировать со стрёмными вещами. Эта идея показалась ему достаточно разумной, поэтому черный девайс отправился в рюкзак, а майка была снова натянута на тело. Первой обозначенной целью стала ближайшая из серых зданий. На вид они все были потрепанными, но он не видел ни одной обрушившейся крыши, так что в завале, наверное, не помрет. Крыльцо сохранилось частями, однородный серый бетон медленно, но неумолимо разваливался. Наверху двойного проема висели какие-то обрывки, наверняка что-то вроде циновки, закрывавшей когда-то вход. Ни намека на дверные петли. Аккуратно перешагнув через порог, он оказался в... Гостиной. Серый пол из чего-то вроде бетона, остатки дивана на полу, два перекрещенных ржавых меча на стене, какие-то обрывки ковров, разбросанные по полу. Там же треснувшая посредине столешница, валяющаяся в окружении всякого мусора. И обломки когда-то роскошных стульев. В углу уцелел трехногий табурет, но Стас не рискнул бы на него сесть. Аккуратно переступая через мусор, он направился к мечам. Парня в силу давнего нереализованного увлечения холодняком, они заинтересовали сильнее всего. Холодняк. Сленг. Холодное оружие. Схватившись за рукоятку порядком проржавевшего оружия, он попытался аккуратно вытащить его из крепления. С жутким грохотом хлипкая конструкция выпала из стены прямо ему на ноги. Прошипев себе под нос что-то матерное, Стас отшагнул в сторону, осматривая доставшееся ему оружие. И застыл статуей, услышав из соседней комнаты какие-то хрипы. Резко обернувшись, он уставился в дверной проем. Сумрак помещения не давал нормального обзора. В тенях чудилось какое-то движение. В следующую секунду комок тьмы, отделившись от тени, пролетел прямо в Стаса. На автомате парень отбил его добытым мечом, ударив плашмя, как битой. Руку ощутимо дернуло, на пол отлетело что-то небольшое и мохнатое, размером с таксу. Противно захрипело и начало подниматься на ноги. Ступор прошел, и существо получило удар ржавым мечом, и на этот раз уже лезвием. Тупой проржавевший клинок сломался пополам. Стас чуть не навернулся вслед за ним. Тварь все еще шевелилась, поэтому он несколько раз с силой ткнул ее обломком. После четвертого тычка она вдруг рассыпалась кучкой пепла, а меч уткнулся в бетон. Парень и шалело рухнул рядом с остатками существа. Руки дрожали, а грудь будто схватила в стальные тиски, мешая дышать. Оружие он отбросил в сторону. Потом вдруг опомнился и пополз за ним следом. Поднял и внимательно осмотрел. То, что осталось от клинка, не годилось даже в металлолом. Оставив обломок на полу, он поднялся и сходил за другим мечом. Тут тоже был в ужасном состоянии, но находиться здесь безоружным резко стало как-то некомфортно. То, что сейчас происходило, объяснений в голове его имело мало, и все были какие-то неубедительные. Андрей, школьный друг-анимешник, в такой ситуации начал бы радостно бубнить про свои Исикайи. Попадание в другой мир было его вечной идеей фикс. Исикай, японский. Жанр попаданцев в другие миры так называется в Японии. Буквально переводится как «другой мир». Стасу же оказалось достаточно представить, каково попасть в любое из его любимых фэнтези, не имея магии или сюжетной брони. Сюжетная броня — сленг среди читателей. Имеется в виду ситуация, когда автор очень явно подстраивает события так, чтобы герой выпутался из неприятностей. Разок представил, и все желание как рукой сняло. Если это гребаный Исикай, то у него все очень и очень плохо. В свою избранность он по жизни верил слабо. Вернувшись к той кучке пепла, парень присмотрелся к ней, задумался, и несколько раз тыкнул ее мечом. Чтобы в следующий момент отшатнуться назад, кучка вспыхнула красными искрами и немного осела. Месь же вдруг начал линять. Ржавчина осыпалась, а клинок восстановился. Частично. Теперь это был обычный потрепанный старый меч, вполне годный к использованию. Еще одна загадка, чтоб ее... Встряхнув головой, Стас двинулся к дверному проему, из которого пару минут назад на него выскочила тварь. Нужно было проверить дом. Странное желание, которому он с трудом мог найти объяснение. Просто его натуре была противной идеей сидеть на улице и ждать гипотетической помощи. Меч был короткий, одноручный, так что ему оставалось лишь выставить клинок перед собой, чтобы принять на него тварь, если та внезапно выскочит. Рука немного дрожала от непривычной нагрузки. Шаг внутрь, судя по уцелевшему каркасу большой кровати, когда-то это была хозяйская спальня. Освещалась она единственным окном и весьма тускло, будто на улице уже вечер. Впрочем, Стас вообще не мог вспомнить, видел ли он на улице солнце. Тщательно осмотрев обломки комода, он не нашел ничего интересного и через гостиную двинулся в третью комнату. Валяющийся ржавый кран, обломки какой-то керамики — это явно было что-то вроде ванной. Больше дом ничем его не удивил. Выдохнув, Стас вышел на улицу и двинулся к следующему дому. Ему было интересно, одинаковая ли у этих серых одноэтажек планировка и в каждой ли по одной твари. Потом он вдруг остановился. Что ему делать, если тварей окажется несколько? Идея с лазанием по домам уже не казалась такой привлекательной. Вновь киновзгляд на черное небо без единого признака светил. Тянущиеся вдаль пустынную дорогу и обшарпанные серые домишки, неуловимо похожие друг на друга, он признал. Вариантов так-то особо и нет. Либо искать конец дороги, либо обыскивать дома. Из съестного с собой только батончики мюсли. Воды нет вообще. В каком-нибудь доме мог сохраниться колодец или водопровод. Вряд ли, но есть смысл побарахтаться вместо того, чтобы молча сдохнуть. Приняв решение, Стас прокрался в дверной проем, выставив перед собой клинок. Что-то черное копошилось в остатках стола, то ли копая, то ли просто дурачась. Он не понимал, чем руководствовалось это существо. Сделав еще несколько очень тихих шажков, он резко метнулся вперед, ткнув в этом мечом. Оно захрипело, насаженное на лезвие, а парень уже слышал странные звуки из соседней комнаты. Стряхнув тварь с клинка, с размаху пнул ее в стену и развернулся на звук. Все было, как в прошлый раз, прямолинейный рывок к его горлу. Эти мохнатые явно не были великими тактиками. Вот только на этот раз все пошло не по плану. Немного запоздав, он лишь задел тварь, сбив ее с траектории и ощутимо получил когтями по ноге. Не чувствуя боли, Стас шагнул к валяющемуся существу, силой обрушив на него свой меч. Ну, он думал, что на него. Лезвие повело в сторону, и оно высекало искры об бетонный пол. Впрочем, следующим ударом он не промахнулся. На этот раз хватило одного попадания, чтобы враг рассыпался пеплом. А потом пришла боль. Парень простонал сквозь зубы матерное ругательство, схватившись за ногу, но вспомнил про недобитую тварь. Та безвольно валялась возле стены, издавая странные хрипы. Идти было тяжело, а удар меча вышел слишком слабым. Ему оставалось лишь стиснуть зубы, сосредоточиться и ударить уже нормально. Тварь рассыпалась, оставив Стасу немного пепла на прощание. Рухнув на пол, тот подтянул вверх разорванную штанину, шипя сквозь зубы. Смыть кровь было нечем, так что он не представлял, насколько все серьезно. Но по ощущениям джинсы смягчили удар. В рюкзаке были только йод, бинт и активированный уголь. Первый для открытых ран не годится, так что оставалось лишь перебинтовать ногу, чем он и занялся. Получилась весьма кривоватая повязка, еще и рану обеззаразить нечем. Если когти существа заносят какую-то дрянь, то жить ему недолго осталось. Но он почему-то не унывал, внутри уже привычно появилось злобное веселье, замешанное на желание набить кому-нибудь морду. Чувство, всегда поддерживающее его в самых хреновых ситуациях. Чем хуже ситуация, тем веселее он становился. «Да, я псих. Уже не терпится зачистить следующий дом», — хохотнул про себя Стас. «Весь этот бред похож на какую-то стремную РПГшку с недоделанным геймплеем». «РПГ. Роллплайн гейм. Компьютерные игры, произошедшие от настолок по типу D&D. Включают в себя характеристики, повышение уровней, квесты и прочее счастье. И мне все больше кажется, что такими темпами тут я и останусь. Взгляд парня вдруг зацепился за крепление на стене. Пришлось немного опереться на больную ногу, чтобы до него дотянуться. Вот только найденная вещь определенно того стоила». Аккуратно сняв ее с крепления, Стас осмотрел находку. Щит наруч. Что-то вроде обычного кожаного наруча, но с закрепленным с внешней стороны руки куском металла, острый конец которого выступал чуть дальше костяшек пальцев. Совсем не широкий, он полностью закрывал его предплечье. Просто мечта в нынешней ситуации. Когда-то давно один дядька ставил ему блоки, так что вовремя подставить руку под рывок твари проблем не было никаких. Найди он эту штуку в прошлом доме. Чтобы надеть на руку такое интересное приспособление, пришлось повозиться. Но в итоге все ремешки были затянуты, и это внушало надежду на выживание. Всего-то надо зачистить все дома по пути и найти в одном из них источник воды. При исполненной оптимизма, пусть даже весьма замешанного на злобе и упрямстве, грозный воин гордо похромал к следующему дому, чтобы уничтожить злобные и пушистые порождения мрака. Ну, так он себя чувствовал. Во рту, кстати, давно уже пересохло. Короткий взгляд наверх подтвердил уже имевшееся наблюдение. Никакого солнца на черном небе не наблюдалось, и фиг знает, откуда вообще с неба льется этот тусклый свет. Следующий дом встретил уже привычным сумраком. Сообразно ситуацией в голове у Стаса начали всплывать некоторые прочитанные и даже когда-то опробованные знания. Так что меч в правой руке он занес над правым плечом, левую же с наручем выставил перед собой. И гордо похромал прямо в дверной проем, даже не пытаясь красться с раненной ногой. Радостно вышуршившая из какого-то мусора тварь пробежала немного, присела как кузнечик и бросилась к его горлу уже знакомым рывком. После чего была отоварена куском металла прямо по морде и с тихим хрипом рухнула на пол. Парень вздохнул, сосредоточился, отвел левую руку с наручем назад, замахнулся мечом над тварью, готовя мощный удар. Задумался, понял, что занимается херней и просто топнул по ней ногой со всей силы. Потом еще и еще, пока существо не рассыпалось пеплом. После чего любопытство заставило его в остатках твари порыться. Это он сделать в прошлом доме просто забыл. Зря забыл. Результатом поиска был... Шарик? Что-то вроде красной бусины. Но чем-то она напоминала найденную не так давно черную штуку с сенсорным экраном. Такая же гладкая поверхность без изъянов. Идеально красная поверхность. Ни единого намека на оттенки. Короче, явно что-то странное, связанное с этим местом. Или просто такой недоделанный лут. Раз уж он и до этого ассоциировал происходящее с РПГ. Бусина отправилась в рюкзак в одно отделение к той самой черной палочке. Стас же двинулся осматривать дом. На стойке с оружием снова был ржавый металлолом. Комнаты не удивили ни дизайнерскими решениями, ни затаившимися пушистиками. Разве что в ванной он, порывшись, случайно нашел еще одну бусину. Только не того же оттенка красного, а значительно светлее. А значит, следовало вернуться в прошлый дом за трофеями, пока их не прибрал кто-то другой. Понятие законного трофея в парне нашло живой отклик. Так что он, не раздумывая, пошагал обратно. Боль в ноге уже ослабла. Царапины были всего лишь царапинами, а потеря крови не так уж и велика, как показалось сначала. Расслабленным, практически прогулочным шагом, он подошел к дверному проему уже посещенного дома, чтобы в следующую секунду застыть на месте. Из дома явственно доносились шуршащие звуки. Из уже зачищенного дома. Ну, точно РПГ, растерянно подумал Стас. Интересно, какой у них там период респауна? Респаун. Монстры в РПГ обычно не умирают навсегда, а возрождаются через определенное время. Это время и есть период респауна. В дом он вошел уже увереннее, чем раньше, прикрывая горло своим наручем. Три черных комка непонятно чего, вместе копошившихся возле столешницы, дружно развернулись в его сторону. По нервам парня прокатился адреналин, побуждая действовать. Но он лишь приглашающе махнул мечом, будто подзывая тварей к себе. Чей не разочаровали, дружно подбежав, ближе и синхронно сделав рывок, причем все так же к уязвимому человеческому горлу, уже заведомо им прикрытому. Чуть не рухнув от их общего удара об его руку, Стас присел и с размаху шмякнул наручем с повисшими на нем тварями об пол, раскидывая их в разные стороны. В правую он сразу ткнул мечом, но промахнулся и лишь поцарапал пол. Отдача неприятно ударила через рукоять. Левую он пнул в сторону, на центральную же с силой наступил, раздался хруст, и тварь захрипела что-то явно матерное. Второй прыжок правую он встретил взмахом клинка, сбил ее на пол и с размаху пронзил, ударив сверху вниз. Минус один. Центральная была уже полудохлой, левая же тварь напомнила о себе хрипом и очередным предсказуемым прыжком к горлу. Руку с наручем он подставить успел по чистой случайности, но эффект был отличный. Существо, кажется, потеряло несколько зубов. Очередной сильный удар мечом снизу вверх не добил, а вот второго удара вполне хватило. Минус два. Добить третий было уже совсем просто. Минус три. Прохрепел Стас, удивляясь тому, насколько пересохло его горло за этот короткий бой. Активно действуешь, активно приближаешься к обезвоживанию. Тормозишь, идешь на корм тварям. Небогатый выбор. Собрать трофей было делом минуты. Пепел он из чувства хомячества напихал в целлофановый пакетик. Мало ли зачем пригодится. Три красных шарика отправились во все то же отделение рюкзака, а еще два, которые он не затрофеил в прошлый раз, куда-то пропали. Выбитых зубов последнего врага он не нашел, видимо, рассыпались вместе с владельцем. Что, кстати, вызывало еще больше вопросов. Вот и все, что удалось получить. Спрашивается только, зачем ему весь этот хлам. И на этот вопрос, возможно, можно получить ответ. Присев на уцелевший трехногий табурет, Стас достал из рюкзака ту самую черную палочку, добытую в самом начале пути. Красный кристалл в рукоятке приветливо ему подмигнул, а огненные буквы все так же гласили. Активировать. После чего сформировались в недвусмысленно указывающую на то, что именно нужно активировать стрелку. Его палец осторожно нажал на красный кристалл. Тот мгновенно исчез, вырвавшись из удерживающей руки. В следующую секунду парень почувствовал дикую боль в спине. Из горла вырвался лишь тихий хрип, после чего чувствительность пропала, и тело его безвольно рухнуло на пол спальни. В мыслях же неудачливого попаданца были лишь паника и мат. Интерлюдия первая Война. Война никогда не меняется. Сущность, сидящая на золотом троне, понимала это лучше всех остальных. Пол, выложенный желтым мрамором, колонны из чистого нефрита, статуи богов и героев, фантастической красоты гобелены, и оружие, благородная бронза, а не бездушная сталь. Все это плоды победы в давней войне. Войну тут давно все позабыли, не понимая ее подоплеки, богатства, полученные в бою, были сохранены, а после использованы для дела. Этот зал — все, что осталось от былого великолепия дворцов. Сущность, сидящая на троне, специально сохранила его укрыв от пытливых человеческих взоров, чтобы не забывать, кем они были, и кем стали, и чтобы не забывать причин. Эта груда материального хлама, скопившаяся здесь, служила напоминанием о славном, но безрассудном прошлом. Тогда они считали, что жить надо сегодняшним днем, а тысячи лет — это долго, наивность, свойственная смертным созданиям. Существо, материальная оболочка которого сидела на троне, умело воевать. Когда-то славная армия, объединенная общей идеей, свергла глупцов, воющих о вселенском порядке, восстановила справедливость. После этого кто-то умер в достатке, кто-то в канаве. Сохранился лишь костяк. Самые верные, самые преданные, самые упорные. И главное, готовые работать ради реализации своих идеалов. И сейчас их настигло все то, чем пугали старцы. Кризис, равного которому еще не случалось. Кто-то забился бы в угол, попытался скрыться, но не они, не те, кто всегда воспринимал опасность как вызов. Сущность испарилась, пропала, не потревожив мертвое величие зала, нетронутого пылью. Война, она никогда не меняется. Зато можно поменять ее цель и масштаб. Глава вторая Стас валялся на холодном полу уже пару минут. Сердце перестало панически вырываться из грудной клетки, мысли успокоились, но контроля над телом ему это не вернуло. С чувствительностью сложнее, она то появлялась, то снова исчезала. Чем-то происходящее напоминало процесс калибровки какой-нибудь машины, когда ее врубают и вырубают, тестируя разные режимы. Оставалось надеяться, что это не неизвестная тварь, а решила завладеть его телом. Боль в позвоночнике. Он определенно читал такой хоррор. Голову пронзила резкая боль, впрочем, почти сразу отступившая. И еще вроде никто не собирался жрать его безвольную тушку. Это радовало. Нога как-то сама собой дернулась, без всякого контроля со стороны своего хозяина. И вот это уже не радовало совсем. Следом другая нога руки. Чувствительность вернулась так же резко, как и пропала. Пальцы сжались в кулак, он снова себя контролировал. От пережитого за эти пару минут стресса сердце колотилось, как бешеное. Выдохнув, Стас резко вскочил на ноги. Слишком резко. После чего навернулся лицом об каменный пол. Боль как-то разом выбила из головы все переживания. В следующий раз он вставал уже аккуратнее. По ощущениям, тело за эти пару минут стало гораздо легче. Или усилилось сколько-то раз. Точно меньше, чем в два, но очень ощутимо. Двигаться стало проще, сами движения быстрее. Поразмыслив секунду, Стас встал в позу журавля на одной ноге. Никаких затруднений с равновесием. С его дерьмовой вестибуляркой просто нонсенс. Закрыл глаза, стало чуть сложнее, но именно что чуть. А еще парень, кажется, четко чувствовал свой центр тяжести. Уж на такое он не был способен никогда. Из раздумий вывели уже знакомые пафосные огненные буквы, загоревшиеся на полу прямо у него под ногами. Присев на корточке, Стас начал читать. Номер 8 319 302 присвоен. Установленный способ обратной связи – письменность. Обнаружены дары 1.2 артефакторика с закаливанием кровью, 1.0 мутация с восклицательным знаком в скобочках шерстяной покров, 1.0 манипуляция энергии кинетическое усиление, 1.0 материализация с восклицательным знаком в скобках хлыст, 1.0 резервы резервуар с кровью. Вы можете ассимилировать 9 даров, процесс ассимиляции занимает 48 секунд, процесс сепарации занимает 72 секунды, при сепарации вы получите дар обратно. Восклицательный знак – при сепарации дара мутации. Дар будет разрушен, а мутация исчезнет. Восклицательный знак – дары материализации разрушаются в момент активации. Стас немного подвис. Он хорошо помнил из биологии слово «ассимиляция». Это когда твой организм что-то переваривает. Сепарация – это разделение. Чем-то описанное напоминало систему этих самых РПГ, но ни один адекватный гейм-дизайнер не будет использовать в стандартной менюшке термины из биологии. Номер. Почти восемь с половиной миллионов. На этот счет он пока не знал, что и думать. А еще только сейчас заметил еще один нюанс. Из разбитого пол носа понемногу капала кровь, заляпав пол и его футболку. Впрочем, затыкать его было нечем, так что пришлось просто на это забить. Благодаря отцовскому увлечению Варкрафтом, в интерфейсе он разобрался довольно быстро. С менюшками в РПГ он имел дело с десяти лет. Есть пять каких-то навыков, выпавших из убитых врагов. Есть девять слотов, в которые можно эти навыки пристроить. Ну или дары, как нравилось называть их системе. Пять. Парень закопошился в рюкзаке на свет. Появились те самые разноцветные шарики. Полученные трофеи оказались не такими бесполезными, как он думал. Четыре благородно-красные, один какой-то светло-красный. Загадкой меньше. Вопрос один. Как их ассимилировать? В ответ текст пропал, и вместо него на бетонном полу появилось изображение. Что-то вроде окна персонажа. Тоже хорошо знакомая Стасу вещь. Но вот сам интерфейс вызывал кучу вопросов. Он выглядел, как голографическая деревянная доска, примерно метр на метр. Три большие сферы в центре, все красные. Того же оттенка, что и дары. Будто, отвечая на его мысли, нечто пометило их разными черными знаками. Кулак, огонь и мозг. Если честно, это чтение мыслей начинало напрягать. Вокруг трех больших сфер нарисованы кружки. По итогу подсчета их вышло ровно девять. Как там было? Вы можете ассимилировать девять даров? Намек он понял. Над всей этой конструкцией четыре пустых деревянных квадрата. И ноль идей, зачем они нужны. Доступно пять даров для ассимиляции. Доступно два слота навыков в ментальных надстройках. Доступен выбор склонностей. А, ну да. Она же в спине, то есть напрямую к центральной нервной системе подключена. Конечно же, она читает мысли. Кайф. Интересно, ей кто-нибудь рассказывал про понятие конфиденциальности? Вся информация, полученная из сознания носителя, остается в системе и не передается третьим лицам. Ну, хоть так, пробормотал парень себе под нос. Не то, чтобы ему стало сильно спокойнее, но паниковать уже не было ни желания, ни моральных сил. Важно другое. Эй, система, ты в курсе, где я могу достать воды? Доступна единоразовая возможность перенастройка дара. Преобразуйте любой дар первого ранга в дар преобразования в вода. Стас заметно повеселел. Жизнь понемногу налаживалась. Недолго подумав, он решил пожертвовать мутацией. Но серьезно, зачем ему нечто с таким описанием? 1.0. Мутация. Шерстяной покров. Позволяет вырастить на предплечьях плотный шерстяной покров. Не будь у него такого классного наруча, еще можно было бы присмотреться. Сейчас же важнее вода. Зажав помеченной системой красный шарик в руке, он неуверенно подумал про себя, пытаясь общаться со своей новоприобретенной шизой. Ну ты это, преобразуй. Реакции не было спецэффектов тоже. Изменилось только описание дара. 1.0. Преобразование. Вода. Создает воды из газов, содержащихся в воздухе. Лимит 189 миллилитров в час. Пожав плечами, Стас как-то на автомате положил полученный дар в один из слотов на все еще горящей голограмме интерфейса. Они выглядели настолько реальными, что это действие показалось естественным, и маленькая красная сфера не упала на пол, а куда-то исчезла, и вместо нее возникла очередная строчка текста. Ассимиляция. Еще 43, 42, 41 секунда. Как же меня бесит ничего не понимать, прохрепел парень, усевшись на холодный бетонный пол. Эта странная система с ее дарами и навыками окончательно сломала ему чувство реальности происходящего. Привычный мир просто исчез. И теперь он главный герой приключенческого романа, с задачей выжить хрен знает где, а помогает ему в этом некая инопланетянская технология. Упасть не встать. Хотя главный герой ли? Важных для сюжета ребят обычно не бывает номера 8 миллионов такой-то. А в следующий момент его накрыло. Как описать словами, что такое дар? Ничего подобного он не испытывал никогда. Он сейчас, и он пару секунд назад, были одним и тем же человеком, но тот прошлый Стас не мог преобразовать воздух в воду усилием воли. И это не какой-то осознанный процесс, который он мог бы объяснить. Нет, это было что-то максимально родное и привычное, как дыхание. Он просто пожелал, открыл рот и начал пить. Ощущение растекающейся по горлу влаги казалось просто божественного. Вкус? Вкус явно выдумал его из голодавшейся по жидкости мозг. У чистейшей дистиллированной воды вкуса быть не может. Ниоткуда ему взяться. Двухсот миллилитров было очень мало, но у парней в мыслях не было жаловаться. Куда-то пропал недавний негативный настрой, появилось желание действовать. А еще он чувствовал трепет. Все его существо желало снова ощутить власть над даром. Это было даже круче, чем магия в фэнтези. Но для начала стоило почитать, что вообще ему досталось. 1.2. Артефакторика. Закаливание кровью. Пролив кровь на оружие. Можно выбрать для него одно из трех зачарований. Количество крови зависит от типа оружия. 1.0. Манипуляция энергией. Кинетическое усиление. Пользователь способен по желанию добавлять кинетическую энергию к ударам своих рук. При использовании тратит энергию. 1.0. Материализация. Хлыст. Создает плетеный хлыст в руке носителя. Дар разрушается после материализации объекта. 1.0. Резервы. Резервуар. Создает подпространственный резервуар для хранения жидкости. Объем 10 миллилитров. Все нужно, все вкусно. Даже не раздумывая, Стас раскидал все четыре сферы по слотам и уселся на пол в ожидании. Вопросов при чтении возникло немало. Как работает закаливание? Что за три из очарования? Почему у резервуара такой скромный объем? Прошло меньше минуты, и у него появились ответы. Но главным было возникшее сознание. К ассимиляции даров нельзя привыкнуть. Этот опыт — это ощущение. Ощущение наглого, но неуловимого вторжения в субъективную реальность. И возникал вопрос, за какие заслуги вещь, способная на такие чудеса, досталась простому парню Стасу без особых жизненных достижений. Встряхнув головой, он встал, немного поморщившись от ноющей боли в ноге, проинспектировал нос, вроде не сломан, достал из рюкзака канцелярский нож и аккуратно порезал ладонь. Кровь пошла неспешным ручейком. Сжав ладонь в кулак, Стас старательно облил лежащий на полу меч. По его старому истрепанному лезвию, покрытому множеством царапин и сколов, прошла еле видимая волна алого сияния. На этом спецэффекты закончились, а ладонь была перевязана остатками бинта. Накинув на плечи порядком заляпанной серой пылью рюкзак, парень с мечом в руке уверенно вышел на улицу и двинулся навстречу следующему дому. Потом остановился, задумался и залепил ладони себе по лицу. Прямо на дорожном покрытии, отвечая на его мысленный запрос, снова появилась деревянная панелька с тремя крупными красными сферами посередине и девятью слотами под дары вокруг них. В четырех слотах после его недавних манипуляций медленно крутились вокруг своей оси красные шарики. Аккуратно положив клинок на мостовую, Стас стыкнул в пункт меню «Ментальные настройки» и выбрал изучение навыка «Базовое владение мечом». Поморщившись от странного ощущения в голове, он подхватил свой клинок с земли, при этом держал его уже не как бейсбольную биту, а более уверенно, и двинулся дальше. Нет, ему честно было любопытно поподробнее разобраться в этой системе, но еще немного откровения, он просто свихнется, а мелкие пушистые твари казались отличным способом сбросить пар. Это и пять пустых слотов для даров активно толкало его вперед. В следующий дом он буквально ворвался. Один из самых тупых поступков в его жизни. Но осознание пришло поздновато. В гостиной расположилась делегация по встрече. Сразу три твари, а из дверного проема сбоку раздался глухой хрип. Единственный путь к отступлению был заблокирован. Чертыхнувшись про себя, Стас рухнул на колено, прямо в воздухе разрубая одно из трех пролетевших над головой существ. Меч сверкнул красным, сработало одноразовое зачарование. На секунду, сделав тупой клинок острее стали. Нечто врезалось в него сбоку, больно вгрызшись в бок сквозь майку. В очередной раз, прошипев что-то матерное, парень смахнул шерстяное нечто вниз взмахом руки с наручем. На инстинктах он использовал при этом дар разгона, по ощущениям увеличив силу удара раза в два. Снизу раздался тихий хруст, а Стас перекатился в сторону, заранее уворачиваясь от гипотетических атак. Что-то теплое текло по боку, а хрипы раздавались сразу с трех сторон. Рывок очередной твари он принял на клинок, которым теперь махал куда увереннее, чем раньше, но другая впилась клыками в руку с наручем. Попытавшись сбросить ее, он случайно задел стену мечом, а тот хрустнул, разломавшись на несколько кусков. Отбросив в сторону бесполезный обломок, Стас схватил и сжал вцепившуюся ему в плечо тварь. С силой ранее ему несвойственной он сдавил ее в районе живота, и та расцепила челюсть, отпустив вкусную человеческую руку. Как-то на автомате парень с размаху бросил ее в другое существо, готовящееся к прыжку, и бессильно сполз по стене, оставив на ней заметный кровавый след. Бог ему порвали знатно. Жгучая боль распространялась по телу, путая сознание. Одна из штамин уже пропиталась кровью, но что-то внутри явно не хотело бесславно сдохнуть в качестве подкормки для тварей. Он зашарил правой рукой по стене и нащупал очередную стойку с оружием. Твари уже распутались и чуть припали к полу, готовясь вместе сделать рывок. Нащупав холодную рукоять оружия, Стас вытащил клинок из стойки и из последних сил выставил его перед собой. Если он сегодня по собственной тупости и сдохнет, то сдохнет не один. Одна из тварей в прыжке нанизалась прямо на выставленное навстречу лезвие, вторая снова вцепилась в многострадальное плечо. «Да хер я сдохну от чего-то настолько тупого!» — возникла в помутненном сознании неожиданно четкая мысль. Извернувшись, парень с непонятно откуда взявшейся силой нанизал нагло терзающую его руку тварь на сверкающую благородной сталью лезвие своего нового клинка и почувствовал себя никак умирающий. «Нет, он все еще был ранен, но кровь уже терял не так активно, а в теле снова появилась сила. Только не говорите мне, что я, как пугливый подросток, новоображал себе лишнего», — обреченно подумал Стас, разглядывая подранный бок. «Да, крови он потерял прилично и вполне мог тут сдохнуть. Длись кровотечение минуты три, а не прекратись единовременно по непонятным причинам». Еще он искренне не понимал, почему не валяется на полу, страдая от обжигающей нервы боли. Оно вроде болело. Вроде сильно, но с тем, что было минуту назад, вообще не сравнить. Хрип, донесшийся из центра комнаты, ненавязчиво вмешался в его рассуждения. С усилием поднявшись на ноги, Стас доковырял доваляющегося с переломанным позвоночником существа и несколько раз ткнул его острием клинка до победного конца, после чего резко почувствовал себя еще лучше. Кровотечение прекратилось, боль перешла в разряд терпимой, а общее состояние было на уровне побит бомжами, а ненедавнее готов отправиться в Вальхаллу. Тупил он так еще с полминуты, пока не додумался поинтересоваться у системы, что за меч ему так удачно достался. Артефактный меч из оружейной стали. Первое свойство — вечная битва. Забирая жизнь, восстанавливает владельца. Второе свойство — скрыто. Необходимо набрать еще тысячу, три из тысячи жизней для определения. Первое свойство было... Было. Логику его Стас не очень понимал. Вроде и вампиризм какой-то, но совершенно непонятный. Забирая жизнь, восстанавливает владельца. То есть убиваешь кого-то этим мечом и лечишься? Но явно не только лечишься. Он чувствовал прилив сил, который сложно было объяснить обычным адреналином. Блин, и ведь спросить не у кого. При убийстве любого существа, в котором есть жизненная энергия, часть этой жизненной энергии меняет свои свойства и скапливается в теле. Принятое условное обозначение для такой энергии — энергия смерти. В нормальных условиях она рассеивается в пространстве. Данный меч способен преобразовать энергию смерти обратно в жизненную для исцеления владельца. Ну, не жертвоприношение, — отлично подытожил парень, внимательно прочитав появившийся на соседней стене текст. Несмотря на раны, чувствовал он себя довольно бодро, так что определенно стоило навестить еще несколько домов. Теперь перспектива столкновения с этими недокрысами им воспринималась даже позитивно. Слабенькие враги, об которых можно неплохо так отхилиться. Мечта же. «Хил» — от английского «Хиллечение». Отхилиться — вылечиться. Убито 10 первых врагов. Порядковый номер 413902. Доступен выбор уникального системного псевдонима. «Почему я всегда знаю, куда смотреть, когда система мне что-то пишет?» «Очередные приколы над разумом», — задумчиво размышлял Стас, читая системку. «Предположим, в играх выбор ника никогда не был для него сложным челленджем, но одно дело называть персонажа, другое себя. Впрочем...» «Челлендж». «Челлендж». «От английского «челлендж» — вызов испытания». «Красный клевер», — уверенным голосом сообщил Стас. «Псевдоним установлен». Один из любимых его игровых ников, родившийся случайно, но понравившийся необыкновенно. Вроде тривиальненько, вроде звучит дэд. Ссылки люди регулярно находят. Правда, обычно не те, что он вложил. Особенно бесился Андрей. Никак не мог понять, что аниме тут совсем ни при чем. «Пять новых даров с убитых тварей были брошены в рюкзак. Время разобраться с лутом будет потом». «Лут» — от английского «lut» — добыча, полученная от убитых врагов в трофее. Со стены Стас снял еще и кожаные ножны, идеально подходящие к мечу. Как они уцелели за гипотетические сотни лет, проведенные в доме, его волновало секунд пять, наверное. «Пофиг. Важно другое. Таких классных вещей он еще в этом городе не находил. Может, чем больше противников в доме, тем лучше вещи в нем можно найти. Если подумать, убив одну тварь, я дважды нашел всякий ржавый хлам, а вот в доме с двумя классный наруч. Мысль казалась логичной. Ножны он старательно закрепил на левом бедре, чтобы удобно было доставать оружие правой рукой. Левую изрядно разодранную парень старался особо не тревожить, так что обыск дома немного затянулся. Особенно огорчило отсутствие бесхозных даров в кучах хлама. Двигаться же дальше его мотивировали два счетчика, сами собой нарисовавшиеся огненными буквами на дверном косяке. Убита тварей двенадцать из двадцати. Получено даров десять из тридцати пяти. На вопросы по типу «А что потом?» система упорно отмалчивалась, но это гипотетическое. Потом все равно выгнала его из уютного, защищенного дома навстречу приключениям. Впрочем, в голову все равно назойливо лезли самые разные мысли. То о возможных новых дарах, то о возвращении домой. Не сказать, что его прям так сильно тянуло менять одну серую унылость на другую. Просто опасность прочистила мозги и заставила вспомнить, что были там и хорошие вещи. Вкусно поесть было бы классно. Звучит как идея. Дальше Стас топал уже веселее, жуя припасенный батончик мюсли. Впрочем, все веселье куда-то пропало, когда он увидел бредущую дальше по улице человеческую фигуру, а рука почему-то как-то сама собой легла на рукоять меча. Сердце верит в чудо, а мозг ждет подвоха, — констатировал Стас, немного отстраненно наблюдая за собственным поведением. Так и знал, что номер у меня порядковый. Глава третья Стас напряженно разглядывал незнакомца. Лет тридцати, гладко выбритый, с интеллигентным выражением лица. Солидный представитель общества, а не какой-то шкет. Впрочем, кое-что общее у них все-таки было. Оба выглядели так, будто недавно дрались за мусор с енотами. Но Стас хотя бы победил. Пиджак мужчины, когда-то, наверное, строгий и деловой, сейчас измазан грязью и кровью, да еще и изрядно порван в придачу. Зато благодаря этому в образ отлично вписывался топор. Правда, не окровавленный, явно недоработка. В любом случае, человек, очевидно, был не в лучшей форме, так что Стас расслабился чуть-чуть. Насколько можно быть расслабленным, когда вы в безлюдном месте и у вашего визави есть топор? Расстояние между людьми сократилось метров до десяти, но и вовсе никак не желали замечать. Испытывая странное нежелание говорить вслух, парень немного замялся, после чего деликатно постучал наручем по серой стене ближайшего дома. Мужчина резко дернулся, выставив перед собой свое не самого лучшего качества оружие. Глаза его были немного мутными, но на наркомана он вроде похож не был, скорее просто на уставшего человека. Сделав для себя такой вывод, Стас хрипло поинтересовался. «Давно вы здесь?» «Не думал». Мужчина запнулся, голос его звучал очень нетвердо, по непонятной причине. «Не думал, что...» «Я думал». «В голове бардак, прости». «Ну так как давно?» Возможно, стоило дать собеседнику собраться с мыслями, но Стасу было слишком любопытно. «Сейчас, наверное». «Молодой человек, у вас не найдется бинта. Эти животные меня порвали». Молодой человек замялся, бинта у него не было. Хотя, по мысленной просьбе, система вывела список собранных в последнем бою даров. Один ноль. Материализация. Мещ. Создает меч из качественной стали в руке носителя. Один ноль. Резервы. Энергия. В случае перенасыщения носителя позволяет запасать до 89 калорий. Один ноль. Мутация. Шерстяной покров. Позволяет вырастить на голенях плотный шерстяной покров. Один ноль. Мутация. Малая регенерация. Ускоряет регенерацию мягких тканей тела. Тратит ресурсы тела. Один ноль. Манипуляция материи. Бронза. Дарует способность манипулировать кусками бронзы в ограниченных пределах. При использовании тратит энергию. Слово мутация в названии не очень вдохновляло, но регенерация есть регенерация. Не пофиг ли? Вроде и полезная шняга, вот только с новым мечом восстановление пойдет эффективнее без всякой траты ресурсов. А мужику нужнее. Может, чем-нибудь полезным отдалится, да и сам факт запомнит. Да, Стас не был против помочь, но и играть в благотворительность в такой ситуации не собирался. Самому бы выжить. Дар есть регенерации. На какой-нибудь другой обменяю, которого у меня нет. Функция обмен. Затраты. Четыре условные единицы энергии. Дары неосезаемы и невидимы для всех, кроме своего владельца. Между носителями системы возможен обмен дарами. Для обмена дары должны быть одинакового ранга. Чтобы начать обмен, носители должны вытянуть руку с вложенным в нее даром и полностью прочитать его описание. Стас не сразу осознал, что его собеседник тоже повернул голову и смотрит на стену. Значит, система так общается со всеми своими носителями. Сама же функция добавила пару ответов и пару вопросов. Что за энергия? Сколько у него ее? Текущий объем энергии 8,27 из 10. Время восстановления непостоянно и зависит от ряда факторов. Ага, вопросов стало немного меньше. Видимо, именно за эту энергию отвечала вторая крупная красная сфера в интерфейсе. До сих пор не представившийся мужчина тем временем закончил читать, присел на корточке явно, чтобы взаимодействовать с интерфейсом и поинтересовался. Есть карман для твердых веществ. До 50 грамм. Материализация простого меча и три манипуляции. Огненные кулаки. Разгон оружия. Электропинок. Что из этого интересует? Быстро же он сориентировался. Вот это собранность у мужика. Стас задумался. Вопрос возник интересный. Первые два вообще не то. Дар для кулаков уже есть. Получается либо пинки, либо разгон оружия. Пинки помогут разнообразить наносимый урон, но усилить его сильнейший козырь казалось более перспективной затеей. Тем более, что даров у него только 12 из 35. Шансов получить стихийные атаки еще немало. Значит, решено. — Давайте разгон оружия, — твердым голосом сообщил он. Мужчина кивнул и тихо что-то пробормотал. Поняв, что ждать той самой сепарации Дара ему минуты-полторы, парень сел, прислонившись к стене и поинтересовался. — Как вас зовут-то? — Меня Стас. И протянул руку вперед. — Валерий. Собеседник ответил спокойным, пусть и не очень твердым рукопожатием. — До недавнего времени был тем лидом в одной компании, а сейчас топорист, как оно вообще называется. — Тим лид. От английского Тим лид. Глава группы программистов, обычно самый опытный программист, отвечающий за весь проект. — Вот я знаю, — усмехнулся парень. — Вы тоже на этих мелких тварей охотились? — А крыс? — Шесть штук уже перебил. — У меня в такие игры сын играет. Немного разбираюсь. Когда вернусь, рассказы слушать будет с горящими глазами. Повисла немного неловкая тишина. Тема возвращения уже успела стать болезненной, хотя и пробовали они здесь совсем недолго. Раздался тонкий, почти неслышимый звон. Догадавшись, что он значит, Стас поспешно схватил дар регенерации, радуясь возможности сменить тему. Скачил на ноги, выставил вперед руку и провозгласил. Мутация. Малая регенерация. Ускоряет регенерацию мягких тканей тела. Тратит ресурсы тела. Спросил у него кто, откуда он помнит сказанное. Наизусть ответить бы затруднился. Просто само слетело с языка, будто заученное. Мужчина поднялся, встал в ту же позу, только сновид пустой рукой, и ответил. Манипуляция энергии. Кинетическое оружейное усиление. Пользователь способен добавлять кинетическую энергию к ударам своим оружием. При использовании тратит энергию. Шарики мигнули красным, на этом спецэффекты закончились. Как уже понял Стас, к выпендрюжу, отличие от человеческих разработчиков игр, система склонна не была. Впрочем, дар поменял свои свойства, и это главное. Немедля парень открыл интерфейс и распихал по слотам три дара, свежеполученные для меча, манипуляцию бронзой и резерв энергии. Мутации, как и прежде, казались какой-то бесполезной фигней. Процесс ассимиляции пошел, обещая скорое расширение боевых возможностей. Валерий сел, облокотившись на стену, порылся в чудом уцелевшем нагрудном кармане и молча протянул парню свою визитку. Сначала Стас хотел что-то сказать, но на ум ничего не приходило. Вместо этого он молча взял визитку, кивнул и двинулся направо, сходя с основной улицы в один из узких переулков между домами. Прощание вышло каким-то скомканным, но общаться дальше смысла просто не было. Оба одинаково не знали ничего о происходящем. А пришедшая поначалу в голову идея работать сообща, подставляя спину незнакомому человеку парню, показалась тупой. С крысами он справится и сам, а дарами делиться не хочется. Разошлись и ладно. В следующий дом он яростно крался. Стас смел надеяться, что хоть и тупой, но на ошибках учится. Но тривиального противника в виде одной крысы он посмотрел даже с некоторым разочарованием. Впрочем, сразу возникла идея. Творюшка увлеченно копошилась в чем-то, расположившись к нему спиной. Почему бы не проверить, насколько плохи его умения в подкрадывании? Впрочем, сначала он немного постоял, прислушиваясь к звукам из других комнат. Не хотелось бы нарваться на неожиданности. Тишина. И он пошел. Пошел мелкими, аккуратными шажками, начиная ставить ногу не с пятки или носка, а с той подушечки, из которой растут пальцы. Так легче сделать шаг бесшумно. До крысы было метра четыре расстоянием. Пройти до момента, когда она что-то заподозрила, получилось ровно два. Заметив, что подкрадывание сорвалось, Стас сорвался с места и усиленным ударом разрубил тварь надвое. Та только хрипнуть разок и успела. Враг осыпался пеплом, а парень, потрепанный, тело которого взвыло во время этого рывка, резко почувствовал себя лучше. Новый меч творил чудеса. Но одного врага для полного исцеления не хватило. По ощущениям, нужно было грохнуть еще хотя бы пятерых. Впрочем, не сказать, что такая перспектива его хоть немного пугала. Из крыс выпала очередная шерсть, снова для рук. Уже немного привычно обыскивая комнаты, Стас обнаружил еще один дар необычного цвета. В оттенках он не разбирался, но это явно что-то ровно между красным и оранжевым. 1.4. Артефакторика. Кустарный метод. Дает возможность придать трофею от убитого врага особые свойства. В процессе можно использовать любые дары до ранга 1.9 и любое количество энергии. Эффект непредсказуемо вариативен. Сила эффекта зависит от того, насколько давно был убит противник. Ну окей, все-таки немного ближе к красному. Не угадал. Впрочем, как его использовать, все равно непонятно. Пепел, что ли, зачаровывать. Да и описание результата доверия не вызывало. Зато Стас вспомнил про свое закаливание кровью. Правда, особого энтузиазма идея поколдовать не вызывала. Всего можно было сделать три зачарования. Прочность, легкость и острота. Все одноразовые, все довольно затратные. А у него единственная пища для восстановления потраченной крови – батончики мюсли. Так себе вариант. Решив все для себя, Стас бодро поднялся и двинулся дальше мародерствовать. В следующем доме обретались две твари. Одну он встретил усиленным уколом меча, превратив в шашлык, другую принял на наруч и вбил в бетонный пол. Небольшой круглый щит, висящий на стойке, его не заинтересовал. Дальше снова попалась одна тварь, порадовав новым даром и каким-то ржавым хламом на стене в качестве лута. И ни одного человека. В голове даже возникла поганенькая мысль. А может, тут на весь город я и Валера? Впрочем, следующий дом развеял его опасения. Три твари и никакого оружия на стене. Зато, кстати, пропущенный неизвестным тайничок с даром закаливания кровью. Впрочем, у Стаса уже был такой же. Счетчик убитых врагов гордо показывал 18 из 20, и это вызывало немалый энтузиазм. В основном потому, что местные крысы уже достали. Как своей тупостью, так и скудными наградами. Из интересного был только один из даров. 1.0. Манипуляция энергией. Тепловой удар. Пользователь способен добавлять тепловую энергию к ударам ногами. Дает ступне временную стойкость к изменениям температуры. При использовании тратит энергию. Явно аналог того самого электрического пинка, только с тепловой энергией. Остальные очередная шерсть для рук, копия кинетического усиления ударов ногами, еще одна малая регенерация. Резервуар на 10 мл. Жидкости и материализация кинжала. Правда, судя по описанию, качеством он должен быть получше меча. «Всего две твари, счетчик закрыт», — твердил себе Стас, двигаясь к следующему дому. И каково же было его разочарование, когда в следующем здании встретил только одно. Та сразу заметила незваного гостя, изготовившись прыгать. Чертыхнувшись себе под нос, начинающий мечник быстро шагнул в сторону, крайне пафосно разрубая врага прямо в воздухе. После чего уже не столь пафосно дернулся и заорал. Мелкая тварь, затаившаяся в дверном проеме, вцепилась ему в руку. Растерявшись на секунду, он опомнился и насадил ее на лезвие. Та противно захрипела и разжала челюсти, позволяя отбросить себя в сторону. Тычок мечом, и враг рассыпался в пыль. Стас сразу почувствовал себя лучше. А от боли его быстро отвлекли огненные буквы. Задача выполнена. Уровень один из десяти пройден. Получено восемнадцать из тридцати пяти даров на этом уровне. Направляйтесь к кварталам. Портал номер один возвращает на землю. Портал номер два ведет на второй уровень. Включена система навигации. Следующий вдох парень сделал лишь через полминуты. От шока просто забыл, как дышать. После чего отвесил себе пощечину, собрал дары и двинулся на улицу. Было бы очень тупо расслабиться от такой новости и из-за этого сдохнуть по пути к цели. Под ногами у него горели огненные стрелки, показывая дорогу. И он пошел. Прямо по ним. Уверенно и бодро. И так же бодро свернул в ближайший неосмотренный дом по пути. Ну а что? Можно неделю лечить плечо в больнице и потом маяться со швами. Можно убить пять мелких тварей. Выбор очевиден. Да и даров он лимит вовсе не исчерпал. А еще внутри что-то странно щелкнуло, когда он понял, что из всей этой ситуации есть выход. Что ему вовсе не придется доживать остаток своих дней в странном сером мире с черным небом. Ну, если система ему не врет. Полный волнения он чуть ли не ворвался в дверной проем. Резко застыл на входе, поборол желание себе вмазать, ибо хорош уже нарываться на неприятности и прислушался. Восприятие у него заметно улучшилось. Хоть и понятно стало это не сразу, просто глаза видели чуть дальше, источники звуков различались лучше, но стал улавливать больше запахов. Это нельзя было назвать звериными чувствами, но для городского жителя прогресс просто поразительный. Вот и сейчас он услышал в доме два источника шума, и оба в боковых комнатах. Вырезать трех крыс, одним из источников шума была свара двух тварей, впрочем, забывших про свой разлаг при виде его меча, было уже привычным делом. Плечо почти перестало ныть, а среди полученных даров, помимо очередной малой регенерации и того самого электрического пинка, обнаружилось нечто весьма интересное. Мутация. Легкий скелет. Немного увеличивает прочность костей. Уменьшает массу костей на 5%. Внимание! При использовании мутации необходимо найти безопасное место. Это было что-то новенькое. Стас впервые видел, чтобы мутация была настолько кардинальной, глубокой, да еще и специализированной. Легкие кости — это больше скорости, но даже базовый навык мечника подсказывал ему, сколь многое в фехтовании зависит от вкладывания собственного веса в удары. Может, это специализированные мутации для... раперистов? Такие есть вообще? Просто бойцов с упором на ловкость? Может, вообще магов? Звучит уже логичнее, да. Кстати, насчет магов. Стас таки решил, наконец, разобраться со своим интерфейсом. Противное злое состояние «всех убью и сдохну сам» вкупе с обреченностью утопленника прошло, уступив место любопытству. Он присел на корточки и послал мысленный запрос. Знакомая деревянная плашка интерфейса встретила его как родная. Для начала он тыкнул в одну из трех крупных красных сфер в центре. 1.0. Физические возможности. Используйте дары суммарным уровнем 10 для улучшения до 1.1. Парень присвистнул. Все игровые характеристики по типу «сила», «ловкость», «выносливость», «восприятие» тут были заменены одним пунктом. Гармоничное развитие? А как же сила специализации? Описание второй сферы было почти идентично описанию первой. 1.0. Магические возможности. Используйте дары суммарным уровнем 10 для улучшения до 1.1. С третьей красной сферы ментальными настройками он уже разобрался. Прокачивалась она по тому же принципу и тем же количеством даров за каждые плюс 0,1 к уровню, давая еще один слот навыков. А еще вроде как должна была увеличиваться база данных, из которой навыки можно выбирать. Выглядела эта база данных как списочек из кучи разделов. Открываешь раздел, появляется квадрат с названием навыка внутри. Иногда вверх вела нить к другому квадрату, с неким, недоступным пока для взятия навыком. Когда он взял себе базовое владение мечом, у него разблокировался квадрат, продвинутое владение мечом. Но выше уже было просто нечего разблокировать. И такая ситуация во всех разделах. Один-два навыка, самого разного толка, и ничего круче. Вздохнув, Стас нахмурился, пытаясь во все это вникнуть. Масса навыков. Вот просто берешь навык и опля, ты уже можешь в полевую медицину. Раньше не мог, теперь можешь. В башке знания, а руки знают, что делать. Это же чертовски странно. Ничего похожего на людские технологии. И тут встает один вопрос, зачем все эти сверхпродвинутые фишки и ему, парню из глубинки, или Валерию офисному работнику, ни с того ни с сего. Так что ты такое, а, система? В ответ молчания. Зачем ты существуешь? Почему помогаешь? В чем смысл? В голове нарастало ощущение нереальности происходящего. Что-то вроде «ю-ху, я шизик и в мягкой белой палате разговариваю сам с собой и активно эгалюцинирую». А если бы не реальная боль и реальная кровь, может, и получалось бы так думать. Парень встряхнул головой. Сейчас вообще ни время и ни место страдать размышлизмами. С рюкзаком на корточках было не очень удобно. Стас снял с пояса ножны, из которых торчала рукоять любимого меча, положил его на пол перед одной из стен, рядом поместил рюкзак и сам по-турецки сел возле них к этой самой стене лицом. На бетоне было некомфортно, но нет никаких «но». Прям жесть, как некомфортно. Он очень плохо понимал, как правильно сидеть по-турецки. Тогда парень попробовал другой вариант — японская сейдзе. Просто становишься на колени и садишься на собственные пятки. Европейцы в такую позу становятся, когда им голову рубят, а японцы — когда им наливают чай. Да и не только. Обычно это у них поза. Впрочем, у него ушло секунд десять, чтобы понять. Он все-таки скорее европеец. Плюнув на все, Стас просто развернулся, облокотился спиной на стену и раскинул в стороны ноги. Банально, но вполне удобно. Немного подумав, примастил ножны с мечом прямо у себя на коленях. Без оружия было некомфортно. С ним, впрочем, тоже от постоянно бьющихся об ногу ножен на бедре уже появился синяк. Терпеливо ждавшая все это время система подсунула табличку интерфейса на пол, так, чтобы ему было удобно работать с ней правой рукой. Взгляд лениво скользнул по стойке с оружием. Стальной клинок без ножен, огненные буквы лаконично описали как «мусор». В слотах было восемь даров. Немного подумав, он для начала поставил на извлечение резерв жидкости. Десять миллилитров — это ни о чем. Резерв энергии оставил, может пригодиться. Преобразование воды — незаменимая штука. Кинетическое усиление для рук и оружия заменить нечем, да и не нужно. А вот электрический пинок он, пожалуй, закинет в один из слотов. Хлыст тоже пригодится. Еще надо будет подыскать бронзу. Идея овладеть чем-то типа телекинеза показалась привлекательной. Закаливание крови однозначно оставить. На следующем этаже понад... На этом моменте Стас немного удивился своему ходу мыслей, после чего встряхнул головой, решив подумать об этом позже, и подытожил. Восемь даров есть, и все полезные. В девятый слот просилась мутация костей. С другой стороны, а зачем? Еще была кустарная артефакторика с непонятными свойствами. Но какая польза с нее непонятна, так что парень решил последний слот оставить свободным. А вдруг понадобится срочно ассимилировать какой-то новый дар. Десять из двадцати трех даров забронированы на нужды партии. Немного подумав, он докинул список нужных, огненный пинок и две материализации, меча и кинжала. Оставалось десять дублей просто бесполезных даров суммарным уровнем 10.2. Как раз прокачать один уровень физического развития. Но с этим Стас решил повременить до момента, пока разберется со склонностями. А это не выглядело легкой задачей. Глава четвертая Стас задумчиво сверлил глазами немаленький список склонностей, из которого система предложила ему выбирать. Оттого, что склонности тут не врожденные, а выборные, у него в голове с хрустом ломался какой-то шаблон. Условия были достаточно простые. До четырех штук одновременно сменить можно в любой момент. Но весь прогресс сбросится до нуля. Будет новая склонность первого уровня, вернуть уровень у старый тоже не получится. Качать же склонности можно только одним способом, практикой. А значит, чем раньше определишься с постоянным набором, тем сильнее сможешь развить их. Задачка. Сам же список не очень впечатлял. Прямые манипуляции Руны, ритуалы, барьеры. А внизу две сноски от системы. Прямыми называются манипуляции энергии, которые способны осознать существо, обитающее в трехмерном мире. Мистическими называются манипуляции, выходящие из-за предела трехмерного мира и выполняющиеся через посредника. Снова зон какая-то пробормотал себе под нос Стас. Что такое трехмерность, он помнил еще из недавно законченной школы. А вот про четырехмерность только слышал. Вроде в универах с упором на математику изучали какие-то мозголомные конструкции по типу бутылки Кляйна. Радовал, что система и не требовала в такое вникать. Скорее прямо говорила, что это не его ума дело. Впрочем, когда он глянул список прямых манипуляций, кое-что его удивило. Система. А почему нет чего-то вроде манипуляции светом? И почему манипуляция материи имеет аж три раздела? На данный момент зарегистрировано 7 эффективных видов пассивной и 19 видов активной защиты сугубо от светового излучения. Манипуляции светом признаны неэффективными. Различные агрегатные состояния материи требуют сильно отличающихся манипуляций для управления ими. Склонность — это тонкая настройка участка энергетического тела носителя для повышения эффективности определенных манипуляций. О, как все продумано. Стас задумчиво читал, вникая в написанное. «Интересно, кто признал неэффективными лазеры? Какая-то комиссия? И вряд ли она состояла из людей?» Встряхнув головой, он снова уставился на список. «Надо выбрать четыре пункта». Опыт геймера шептал. «Становись магом, воины регулярно огребают и менее эффективны. Ты же не любишь боль?» И парень непременно с этой мудрой мыслью согласился бы, еще полчаса назад, до того, как взял навык владения мечом. Аккуратно подняв ножны с колен, Стас медленно вытянул из них меч. Серое гладкое лезвие выходило плавно с тихим шелестом. В отличие от прошлого его оружия, сломавшегося от удара об стену, этот клинок выглядел так, будто только что вышел из кузни. На плоской поверхности не было ни выщербен, ни царапин. Меч, наверное, был полуторным. Рукоять слишком длинная для наручника. При желании можно взяться обеими руками. На ощупь она была покрыта чем-то вроде черной резины. Такой элемент хай-тека немного выбивался. Но не критично. Руку, держащую оружие, защищала простая крестообразная гарда без всяких украшений. Обеими руками, крепко ухватившись за рукоять, парень выпрямился и поднял меч над головой. Шаг вперед, два коротких удара сверху вниз, шаг назад. Совсем не европейское фехтование, а японское, рассчитанное на другой тип клинка. Но теперь ему хватало сил вытворить такое и с полуторником. После прокачки от системы Стас, кажется, и двуручником смог бы махать достаточно бодро. Меч уже чувствовался чем-то родным, а удары он делал с такой точностью, будто много сотен раз отрабатывал их на манекенах. И это было абсолютно нечестно по отношению ко всем, кто занимался боем на мечах годами. Но Стаса эта нечестность устраивала, и он точно не собирался от этого чувства отказываться ради огненных шариков. А значит... Система. Какие склонности оптимальны для мечника? Из голоса парня пропала болезненная хрипотца, сменившись даже некоторым задором. Внутренняя энергия — пространство руны. Четвертым — электричество, кинетическую энергию или вибрации. Это был, на удивление, исчерпывающий ответ. Система в кои-то веки решила расщедриться на гайд. Гайд — в РПГ методичка. По любому аспекту игры. Гайд может быть по развитию персонажа, прохождению квеста или победе над сильным противником. Пожав плечами, Стас раскидал, как было сказано. Не чувствовал в себе желания изобретать велосипед. Четвертой склонностью стало электричество. Вот только никаких мистических знаний у него в голове не появилось. Вместо них возникли ощущения, будто ему добавили новых органов чувств. Вот только непривычки, непонимание, что именно ощущается, почему-то не наблюдалось. «Навыки в ментальных надстройках», — высказалась огненная надпись на плече. Полу о мыслительных способностях новоиспеченного мечника. Тот только фыркнул, снова зарываясь в древо навыков. По здравым размышлениям было решено взять продвинутое владение мечом и начать копить десять даров на следующий уровень ментальных надстроек. Решив все, Стас бодро вскочил с каменного пола, закинул на плечи рюкзак, аккуратно закрепил ножны с мечом на поясе и двинулся из этого гостеприимного дома навстречу новым приключениям. Или обломом. Куда без них. Сера улица оставалась такой же серой. Впрочем, в зияющем дверном проеме следующего дома парень застыл, сосредоточившись на новоприобретенных навыках. Они, как и в прошлый раз, просто появились в его голове. А еще в действиях. Движения, ранее ему неизвестные, он совершал абсолютно привычно. Никакой боли в мышцах от необычных нагрузок. Резко выдохнув, он аккуратно положил на пороге рюкзак и прислушался к источникам шума. Кажется, три. Шаг вперед правой ногой. Сосредоточенность и резкое толкающее усилие не ногой, а всем телом, которым он сейчас чувствовал запас энергии, которую можно вложить в мышцы и связки. Весьма маленький, но вполне достаточный для задуманного приема. Резко оттолкнувшись, Стас отправил себя в длинный прыжок по пологой траектории. Меч сверкнул, разрубая тварь. Мечник приземлился, ушел в перекат, чудом не напоровшись при этом на собственный клинок, и вскочил на ноги, уже готовый встретить следующих врагов. Подбегающих крыс он банальным образом порубил, одну в прыжке, усиленным ударом, вторую сбил на пол, наручем, а третий просто увернулся. Добить их было привычным делом. В теле развелось приятное ощущение, раны затянулись буквально на глазах, небольшие шрамы он за проблемы не считал. Единственной серьезной трудностью было состояние одежды. Точнее, отсутствие состояния. От майки и стареньких джинсов остались довольно претенциозные лохмотьи, через которые отлично проглядывался цвет его трусов. Темно-красный, кстати, от собственной крови. Пробормотав себе под нос что-то утешительное, Стас начал собирать дары. Шерсть, легкие кости, малая регенерация, набор крысы, можно сказать. После чего с искренним интересом направился к противоположной стене. Висящие на ней ножны с даже на вид огромным мечом привлекли внимание парня еще в момент рывка. Достал он свое новое оружие с восторгом ребенка, распаковывающего подарки на Новый год. Артефактный меч из оружейной стали. Свойства. Мутационный потенциал. При вложении энергии резонирует саурой пользователя, трансформируя вложенную энергию в электрическую и увеличивая ее разрушительный потенциал. Эффективность резонанса зависит от количества мутаций у пользователя. Это было вкусно. Даже очень. С другой стороны, необходимость использовать мутации все равно напрягала. Но если он решит, что без них ему никак, то меч очень пригодится. А значит, осталось лишь понять, как закрепить ножны на спине. Суть он понял довольно быстро. Всего-то надо было перекинуть прикрепленный к ножным ремень через шею так, чтобы он шел от левого плеча к правому бедру. Стас перекинул ножны через шею, немного попрыгал на месте, потом походил. По ощущениям было вполне нормально, разве что вес непривычный. Все-таки полутораметровый клинок стали в себе имел порядочно. На самом ремне была специальная пряжка. Если что, ножны со спины можно было сбросить парой движений. Разобравшись с приобретением, парень вернулся на порог за рюкзаком, которого внезапно на месте не оказалось. Он оглянулся. Улица не стала более многолюдной. А значит, кто-то предприимчивый просто стырил его вещи и пошел дальше. Стас растерянно оглянулся, уискивая то ли следы, то ли что еще, после чего чертыхнулся и просто двинулся к порталам. По дороге вымощенный серым кирпичом. Не следопыт он, чего уж там. Горы нашли себе место в уцелевшем заднем кармане штанов. Крайне удачно уцелевшим, надо заметить. Парень шагал по мостовой, напоминая потрепанного наемника из какого-то боевика. Драной одежды и два меча. Перед ним стояла дилемма. В рюкзаке было пять даров. Выбить на этаже можно еще восемь, но хранить их негде. В задний карман максимум еще один влезет. Получается, тащить придется чуть ли не в зубах, после чего срочно сливать в прокачку какого-нибудь навыка. Такое себе. Свернув, он зачистил два дома. Три и еще одна тварь. Все выпавшее Стаса не заинтересовало. Сплошь дубли. Один дар в карман, три оставшихся в руку. В следующем доме пришлось с порога аккуратно положить их на пол на время, пока он вырезал двух мохнатых. Теперь в руке пришлось нести уже пять даров. Это был его максимум. Следовательно, если в следующем доме одна крыса, он оставит ее в живых и пойдет дальше. Впрочем, ориентироваться не пришлось. Сразу три твари прыгнули на него в едином слаженном движении. И точно так же дружно были перерублены пополам усиленным ударом, в который мечник вложил всю накопленную за последние десять минут энергию, после чего радостно вздохнул и сыпал в кучку все одиннадцать новых даров. Что-то внутри коварно шептало «вложи все в физику». Голос разума же твердил, склонности надо качать, а то ты только внутренней энергией можешь управлять благодаря продвинутому фехтованию, три остальные простаивают. Со вздохом признав резонность этой мысли, Стас отложил в сторону понравившийся ему удар и вложил десять остальных в ментальные надстройки. Ощущения от этого были почти нулевыми. В открывшийся слот навыков он сразу закинул базовые руны, просто потому что всегда любил всю эту скандинавскую тематику. Следом в слоты отправился и тот самый одиннадцатый дар. Материализация — арбалет, колчан на десять болтов. Вообще-то первое стрелковое оружие, которое он здесь увидел, однозначно достойно ассимиляции. Информация же по рунам оказалась сложноватой. Всего три руны на толстеную книгу информации, где и как их можно использовать и комбинировать, после чего инструкция, где и как эти три руны использовать нельзя, примерно на десять таких же толстеньких книжек. Короче, сложная штука эти руны. Хлебнув воды из воздуха, Стас вывалился на улицу и бодро двинулся по горящим на мостовой стрелкам от системы. В теле парня бурлила энергия. Старый добрый меч исправно вливал в него силу из убитых врагов. С ней, кстати, было интересно. От той самой, внутренней которой можно было управлять и вкладывать в мышцы, чтобы увеличить их силу и крепость, она отличалась кардинально и была абсолютно неуправляемой. С другой стороны, она делала совершенно другое. Кажется, повышала тонус вообще всего и все насыщало энергией. Непонятно было одно — если малая регенерация тратит ресурсы тела, то как восстанавливает раны способность меча? Он уже перешел на бег, что со стороны, наверное, выглядело довольно забавно. Ножны с полуторником болтались на ремне джинсов, медленно, но верно отбивая ему бедро. Но Стас плевать хотел на такие мелкие неудобства. Он больше следил за окружением, уже совершенно разуверившись в добрых намерениях окружающих. В полиции нет ответственности нет. Идеальное место для воцарения матушки анархии. Именно поэтому, когда он услышал крик боли из очередного серого дома, у него возникли сомнения. Да, крысы уже не были для него проблемой, но мало ли, никто не говорил, что на этаже водятся только они. Рисковать ради незнакомца? Парень застыл в недоумении, не зная, что ему делать в такой ситуации. Впрочем, очередной крик развеял его сомнения. В дом он заскочил через пустой оконный проем на случай, если это чья-то хитрая ловушка. По гостиной катался клубок из вроде четырех мелких тварей и какого-то парня в школьной форме, на вид лет шестнадцати. Тот пытался давить крыс, бестолково размахивал руками и что-то кричал. Стас подскочил поближе, бесцеремонно придавил его к полу ногой и тремя точными ударами меча снес головы тварям, пнул, переворачивая испуганное тело и аккуратным взмахом клинка добил последнюю. Спасенный развалился на полу, часто неглубоко дыша. При всей скромности своих знаний в медицине Стас мог сказать, что отделывался жертва крысиного террора. Легким испугом. Крови на полу не так уж и много, глаза и пальцы на месте. Скорее всего, мелкие твари просто не могли толком прокусить крепкую ткань пиджака, а ногами в брюках почему-то побрезговали. Самому спасителю с этой акции досталось разве что немного пепла и некоторое моральное удовлетворение. Впрочем, некоторым это удовлетворение оставалось очень недолго. В немом изумлении он подошел к углу комнаты, рассматривая крайне неожиданную находку. Так значит, карма все-таки существует. Удовлетворенно пробормотал парень, накидывая поверх ножен двуручника лишь недавно спертый рюкзак. Короткая инспекция вещей показала, что его даже толком не разбирали. Видимо, вор решил, что убежал достаточно далеко, продолжил зачищать местность и напоролся на дом с пятью крысами. Довольно неплохой на вид одноручный топор валялся рядом с кучкой пепла. Одного из врагов он убил, но на этом успехи, видимо, закончились. Не забыл Стас и про свой законный лут. На стене висел очень интересный щит. Одна проблема. Габариты великоваты. Минимум полтора метра в длину. В теории вещь полезная, но таскать с собой умаешься. Так что Стас двинулся на выход. Тело в центре его не интересовало совсем. На вид этот воришка был его ровесником, так что на опеку пусть даже не надеется. Тот, впрочем, явно имел другое мнение. — Эй, это мой рюкзак! — слабо крикнул он, на что был удостоен презрительного взгляда и короткой фразы. Ворам слова не давали. Уличное небо встретило повеселевшего парня привычной чернотой. Пришло время продолжить свой подзатянувшийся марафон. В первые полчаса он пару раз пробегал мимо людей. Милая девушка с кистенем, бешеными глазами и парой явно старых шрамов на лице проводила его отнюдь недружелюбным взглядом, а какой-то молодой парень окликом. Стас, впрочем, проигнорировал обоих. Его на этом уровне уже ничего не держало. Дальше люди стали встречаться чаще, а кликнуть его уже никто не пытался. Хотя киношный вид двуручника все равно внимание привлекал. На подходе к порталам город резко закончился. Вместо него раскинулась масштабная квадратная площадь, по прикидкам Стаса, где-то километр на километр размером. Мостовая здесь сверкала новизной. И вот в центре этого масштабного места висели нижним краем два огромных голубых кольца, в центре которых воздух будто закручивался в вихрь, почему-то сверкающий серебром. А вокруг этих колец столпилась кучка. Человек двадцать. Короче, столпилась, вызывая стойкую ассоциацию с какими-то насекомыми. От странных размышлений Мечника в очередной раз отвлекла система. Огненные буквы пожаром расползались по мостовой. Достигнута зона портала. В этой зоне дуэли запрещены. Доступны два портала. Первый. Портал на Землю. Может быть произведен обмен полученных даров на УЕ. Один уровень дара равен одной УЕ. Одна УЕ на данный момент равна 321 российскому рублю. Второй. Портал на второй уровень этого пространства. На втором уровне изменен ландшафт. Сильнее противники. Уровень получаемых в бою даров плюс 0,1. Это было достаточно шокирующей новостью во всех смыслах. Зато та его часть, которая панически орала «Мы все умрем» последние полтора часа, перестала давить на мозги. А еще... А еще он встал перед выбором. Можно, если это правда, зайти в портал, вернуться домой и забыть все, как страшный сон. Потом пойти на работу, хотя вряд ли надолго. Стас готов был поставить деньги на то, что нет у него больше никакого панкреатита, а значит, в ближайшие годы его ждет армия и Ижа с ней. Альтернатива. Об альтернативе он не знал почти ничего. Сейчас у него в слотах 9 даров. Это в сумме около 30 тысяч рублей. По идее, если на втором уровне можно будет набрать еще хотя бы пару десятков, у него по возвращении на руках будут 100 тысяч. Пройти третий уровень еще плюс тысяч восемьдесят, если там есть третий, конечно. И ладно, деньги. Еще ведь сила странная, необъяснимая, но слишком реальная. Он уже сейчас по чисто физическим характеристикам, как тренированный... Охотник? Из тех, которые бегают с копьями по саваннам. Если прибавить к этому способности, найдется ли вообще человек, который сможет с ним справиться на кулачках? И ведь буквально все намекало, что он лишь прикоснулся к силе, которую ему обещают дать система. Стас стоял так минут пять. Делая выводы, анализируя свои мысли и желания, все, чтобы осмыслить на самом деле уже принятое решение. Наконец он издал глубокий вздох и молча зашагал к порталам. Кучка людей его встретила взбудораженным шумом. Они, кажется, торговали, спорили о чем-то, общались, обменивались оружием и вроде бы дарами. У него на глазах двое парней встали друг напротив друга и стали вслух зачитывать названия своих даров. Со стороны это выглядело весьма потешно, но большинство окружающих не обращало на них внимания. На Стаса обратили внимание. Немногие. И, наверное, больше из-за его весьма забавного вида. Парень шел, неспешно, внимательно рассматривая людей, предлагающих прохожим свои товары. — Меняю электропинок на малую регенерацию. Артефактные огненные секиры меняю на хороший одноручник или наличку. Все эти предложения не слишком его интересовали так, что были проигнорированы. Мечник направился прямиком к кольцам порталов. Люди пропускали его без особых вопросов. Система же пометила оба вихря как земля и второй уровень. Предательский голосок внутри шептал «Сбеги, отступи!» Но он знал. Хочешь чего-то добиться? Действуй ему наперекор. Уже не раздумывая, Стас направился к порталу на второй уровень. В конце концов, что ему терять? Провожали парня одобрительные крики толпы. Глава пятая Ощущения от телепортации были весьма необычными. В момент шага внутри Стаса просто взвыло что-то. Какое-то необычное ощущение, незнакомое ему до этого момента. В краткий миг перехода отключились все обычные чувства. Зрение, слух обоняние и даже осязание. Вместо них было что-то иное. Облетающие его нити векторов, сетка пространства, погружающаяся внутрь себя же, и он увлекаемый неведомой силой. Как вообще можно описать чувство, для которого в человеческом языке не придумали слов? Устоять на ногах после этого путешествия было на удивление несложно. Вроде и трясло его, но только где-то очень глубоко внутри. Со стороны не скажешь, что поездочка чем-то удивила. Стараясь переключиться, парень посмотрел вниз. Прямо на мостовой система уже старательно рисовала ему очередное сообщение. «Получен пояс-кошель для даров. Не может быть поврежден. Дары в поясе-кошеле не могут быть разрушены. Вместимость — ноль из десяти». Только прочитав это, Стас заметил, что у него вообще-то появился новый аксессуар. Пояс выглядел достаточно обычно. Длинная широкая полоса коричневой кожи с десятью небольшими кармашками по всей длине. Застегивалось это счастье на банальную пряжку молнии. В другое время он долго гадал бы, как такая конструкция появилась у него на поясе, но сейчас впечатление и так было по горло. Куда интереснее было поглазеть на новую локацию. Локация. Вот английского location — место. В играх характерная территория, на которой происходит некая определенная активность. К примеру, поле, руина, подземелье, село. А рассматривать тут было что. За его спиной два уже знакомых кольца порталов на идентичной площади. Одна разница вокруг ни единого человека. Немноголюдно, видимо, сейчас на втором уровне. Все то же беззвездное черное небо, все тот же мистический свет, льющийся буквально из ниоткуда. Создатели этого места явно черпали вдохновение, глядя на устройство первого уровня. Отличия же скорее относились к архитектуре. Больше всего то, что окружала площадь, напоминало античные руины. Вот только греки не были настолько увлечены колоннами, чтобы строить что-то настолько масштабное исключительно из них. Куда ни глянь, кругом везде колонны. Где-то метра полтора высотой, где-то все десять. Одни целые, другие обрушившиеся. Материал тоже был самый разный, но с такого расстояния можно было различить лишь цвета. Стас при всем желании не смог бы понять, можно ли тут выделить отдельные здания, или же все окружающее есть один титанический амфитеатр. Но больше всего его смущала одна деталь. Парень зашагал к руинам, пытаясь понять, обманывает ли его слух. К сожалению, нет. С самых высоких колонн, равномерно распределенных по этому городу, на полную играл рок. Причем что-то знакомое. Вроде бы скорпионы. Но этой песни он не знал. Важно другое. Колонки орали, как на школьной дискотеке. Как ни кричи, услышат тебя, только если подойдешь и рявкнешь в ухо. Это несколько выбивало из колеи. И затрудняло драки. Не получится заранее услышать противника. С другой стороны, противник тебя тоже не услышит, так что все честно, наверное. Тем более, что система в очередной раз подкинула ему мотивации. Когда он уже заходил в этот город-колон, на ближайшем к нему постаменте горела надпись «Убито меченых псов 0 из 5, получено даров 0 из 30». Значит, тема сегодняшнего развлечения собаки. Какая-никакая, а информация. Ну и некоторое разочарование. Собак он всегда любил. Глубокий вдох, медленный выдох. Сосредоточившись на цели, Стас уверенно шагнул между двух белых колонн. Стас степенно шагал по шершавому каменному полу, материал которого напоминал обветрившийся и пожелтевший от времени мрамор. Красца смысла не было. В такой обстановке плевать, сколько ты поднимаешь шума. Вместо этого он активно глазел по сторонам. Посмотреть тут было на что. Помимо колонн тут и там стояли характерные такие мраморные статуи. Валялась посуда, в основном битая. И в кучу были свалены обломки каких-то деревянных сооружений. Он шел так уже минут пять, и музыка вызывала все больше раздражения. Парень никогда не думал, что так сильно полагается в жизни на свой слух. Он посекундно вертел головой стороны в сторону, твое дело рефлекторно пытаясь прислушаться к окружению и злобно бормоча что-то себе под нос. Впрочем, матерись он в полный голос, все равно бы никто ничего не разобрал. Как ни старался он первым увидеть врага, первое нападение Стас откровенно проморгал бы, если бы не полученный в результате прокачки от системы нюх. Сухому запаху руин, чем-то напоминающему аромат старых книг, вдруг примешался какой-то другой, неприятный, чем-то напоминающий мускус, а еще немного коньяк. Принюхавшись, он медленно развернулся в сторону, с которой шел запах и увидел, наверное, собаку. Морщинистую такую, со складчатой кожей и короткими лапами, сильно напоминающую бульдога, который жил у соседей лет пять назад. Развернувшись на месте, Стас вложил меч в ножны и рванул к подходящей колонии высотой примерно метров полтора. Забираться на нее с кучей добра за спиной было крайне неудобно, но он справился. А кто не справился? Правильно. С высоты своей позиции парень начал наблюдать за существом. Все-таки это не собака. Не бывает у собак ни таких больших и немешных глаз, ни столь странного строения тела, при взгляде сверху формы, напоминающего бегающий прямоугольник. Тем временем собака подбежала к колонии, оценила позицию своей жертвы и явно сделала какие-то выводы, после чего плюхнулась назад, задрала вверх голову и начала... Забывать? Стас не слышал звуков из-за музыки, но был уверен, что с созерцанием колонн занятие бульдога имеет мало общего. Зато спозвать братанов на разборке очень даже может быть. И у парня вот вообще не было желания проверять, выкуривать они его с высоты будут или сделают лесенку из собственных тел. Оставив рюкзак и двуручь на вершине колонны, он с мечом наголо прыгнул прямо на спину странному существу. И это было тупой идеей. Да, под ногами явно что-то хрустнуло, но и сам он, приземляясь на нечто настолько неровное, подвернул лодыжку, потерял равновесие и рухнул на пол. Противник явно пострадал сильнее, но легче от этого почему-то не было. А еще в воздухе четко почувствовался тот самый запах, но уже с разных сторон. Так что, не стесняясь материть музыку, колонны и все собачье племя, Стас поднял оброненный меч, подполз к неуверенно ворочающейся твари и силой ткнул прямо в толстую кожу. Есть пробитие. Правда, не слишком глубоко и с большим трудом. А в следующий миг он, мягко говоря, несколько оторопел, потому что собачка открыла рот, и в пасти у нее оказались несколько кругов острейших зубов, как у миног. Следующий удар он сделал как-то на автомате, применив на клинок дар кинетического усиления и пробил существо насквозь. А еще лезвие явно задело что-то жизненно важное, потому что враг рассыпался сухой серой пылью. Небольшой красный шарик дара остался лежать на полу, но парни сейчас было откровенно не до него. Он скачал на ноги. Боль в растянутой связке меч вылечил за секунду. Коротко огляделся, заметив еще двух спешащих к нему тварей. Что ж, глаза стоят собаками ноги, явно стайные животные. От свежих воспоминаний о зубастой пасте по телу прошли мурашки. Пока он добирался до порталов на первом этаже, энергия восстановилась на две трети, так что Стас был готов к бою, и он вовсе не собирался ждать, пока его окружат, а уверенно бросился навстречу ближайшей псине. Чем ждать, проще будет вырезать их по одной. С расстояния где-то в метр существо молча прыгнуло, норовя вцепиться ему куда-то в район колена. Танцующим шагом, отступив в сторону, мечник одним усиленным ударом снес врагу голову и бросился навстречу следующей твари. А вот только та вдруг развернулась и быстренько потопала уже от него. У Стаса сломался очередной рожденный драками с крысами шаблон. Те никогда не бежали от схватки. Чертыхнувшись, он бросился следом и, ухватившись за оружие обеими руками, с размаху вогнал полуторный меч существу в шею. Удар вышел слишком сильным. Лезвие, судя по прилетевшей по рукам отдачи, вонзилась в мраморный пол, пробив тело твари насквозь. Она задергалась, но получила увесистый, сдобренный электричеством пинок по тылу и рассыпалась в прах. Стас выдернул клинок и быстро оглянулся. На его лице поселился яростный оскал. Осталось всего три твари, и, по ощущениям, половина его резерва энергии. Одна проблема — это троица скучковалась и явно намеревалась запинать его толпой. Перевел дыхание, легкий сперло от действий на максимуме скорости. Посмотрел бы он три часа назад на себя нынешнего. Усмехнувшись, мечник решил, что самое время поиграть в салочки. Ему было жутко интересно, какую тактику используют эти песики, против кого-то быстрее их. Электрогитары, рок-песен на мгновение затихли, впервые дав ему услышать что-то кроме музыки, чтобы смениться все такой же оглушающей попсой. Стас резко шагнул вперед, провоцируя псин на прыжок. Средняя скалилась, но не сдвинулась с места, а две крайние начали медленно обходить его с разных сторон. Кажется, у них была тактика, и они ее придерживались. А что любой уважающий себя человек предпринимает, видя, что у противника реализуется какая-то тактика? Разумеется, делает что-нибудь неожиданное в надежде ее сломать, и идея для импровизации уже родилась. Подскочив к ближайшей куче мусора, он вытащил из нее почти целую бронзовую тарелку. В металлах парень разбирался плохо, но сейчас в выборе был уверен. Дар манипуляции бронзы отзывался как родной. После чего, как следует размахнувшись, с силой метнул снаряд в центральную из собак на манер фризби. Та игрушку ловить не стала, вместо этого очень проворно перекатившись в сторону. Вот только под воздействием дара тарелка метнулась следом, смачно врезавшись прямо по коротким ногам. Пользуясь эффектом неожиданности, Стас вложил энергию в мышцы, схватил рукоять меча двумя руками, призраком метнулся к крайне правой твари, одним размашистым ударом превратил ее в пыль. Инерция повлекла его за собой, и он ушел в перекат, с размаху врезавшись кучей деревянного хлама. Было немного больно, но никто не собирался давать ему время на оклематься. Центральная псина валялась, левая же в припрыжку бежала к нему. Она прыгнула вперед, наверное, с лайем, но музыка глушила все звуки. Стас, встав на дно колено, выступил вперед-нарочь, доли секунды, и руку сотряс удар. Он выдержал, но только потому, что существо было только одно. В этих маленьких морщинистых телах оказалось удивительно много силы. Его ответный выпад мечом по оглушенной столкновением твари вышел не особо результативным, так что после него враг получил банальный пинок с электрическим разрядом. И вот от этого псине уже стало нехорошо. Та, что близко познакомилась с бронзовым фрисби, уже ковыляла в его направлении, заметно потеряв в подвижности из-за сломанной лапы. Обожженная электричеством валялась и скалила на него пасть. Стаса аж снова передернуло от этого зрелища. Не раздумывая, он рубанул по существу мечом, прекращая его мучения. Добить после этого последнего врага было уже несложной задачей. Наглядев поле боя, Стас подытожил, как противники, бульноги, на этом моменте он нервно хихикнул, были куда опаснее крыс, но ему все еще по зубам. А новые дары обещали быть чуточку мощнее прежних. Главное, не нарваться на человека с мутацией пастьми ноги. Такого зрелища его незрелая психика не переживет. Помимо этого, был сделан еще один вывод. Права была мама, во все самые опасные истории я всегда вляпываюсь сам. И пусть он это осознавал, но прекращать не собирался. Именно благодаря опасности он мог почувствовать себя живым. Пять собранных даров же грели другую, более практичную и рассудительную его сторону. Семь плюс семь, плюс три с половиной, семнадцать с половиной тысяч рублей за один бой. Хе-хе. Один точка один. Мутация. Малая регенерация. Ускоряет регенерацию мягких тканей тела, тратит ресурсы тела. Один точка один. Манипуляция энергии. Кинетическое усиление. Пользователь способен по желанию добавлять кинетическую энергию к ударам своих рук. При использовании тратит энергию. Один точка один. Мутация. Толстая кожа. Уплотняет и укрепляет кожные покровы на предплечьях. Один точка один. Преобразование. Вода. Создает воды из газов, содержащихся в воздухе. Лимит 220 миллилитров в час. Один точка один. Манипуляция энергии. Снаряд. Пользователь способен придать импульс любому материальному объекту условия для применения касания. Сила импульса зависит от вложенной энергии. Дары мало чем отличались от того, что было собрано на прошлом уровне. Но, конечно же, ручное кинетическое усиление Стас поменял на чуть более высокоуровневое, а еще заменил хлыст на снаряд. Тот казался ему более эффективным. И, судя по возникшим ощущениям, чем-то маленьким он мог выстрелить с крайне приличной скоростью. Зевнув, Стас закинул их в кошель и двинулся дальше по локации. Ему явно надо было немного поспать, но он не имел ни малейшего представления, где это можно сделать. Вряд ли среди этих колонн спрятался небольшой мотель. А значит, надо быстро выполнить задачу и вернуться в безопасную зону. Кстати, система, что там по прогрессу? Один из пяти, пять из тридцати. Лаконично отписали ему на ближайшей колонии. Значит, нужны какие-то особенные псинки. Одна проблема. Он при всем желании не мог бы ответить, чем та единственная меченая творюшка отличалась от остальных. Следовательно, намечалась долгая и нудная зачистка всего живого в поисках той самой. Ну, по идее. Спустить свои вещи с вершины колонны было делом минуты. Вес меча с рюкзаком Стас чувствовал, но было это скорее отстраненным наблюдением. Никакой проблемы такой скромный вес для него уже не представлял. Просто потрясающее осознание. Будь у него такие кондиции пару лет назад, во времена разгара всех самых важных в его жизни конфликтов, многое можно было бы переиграть в его пользу, но, видно, просто не судьба. Следующее существо он тоже сначала почуял и лишь потом увидел. По заполненным гулкой, музыкой и руинам метался слабенький, но очень полезный ему ветерок на десятки метров разносящий запахи. Существо отдыхало, свернувшись на кучи деревянного хлама, и это казалось просто отличной возможностью проверить, на что способен дар снаряда. После недолгого обшаривания ближайшей кучи древнего хлама парень обнаружил идеальный вариант пули — бронзовый наконечник стрелы. Так, если что, можно будет подкорректировать работу одного дара влиянием другого. Энергии скопилось треть от максимального объема, на выстрел было решено потратить половину. Вот только начав процесс придания импульса, Стас вдруг осознал, на данный момент он может влить максимум десятую часть всего резерва, то есть единицу энергии, может, чуть больше. И не потому, что ему не хватает навыков, просто слабенький дар на большее был не способен. Ветер переменился, его цель что-то почуяла и вскочила на кучу, оглядываясь по сторонам. Понимая, что другого шанса не будет, Стас прицелился и выстрелил максимальным зарядом. Наконечник сорвал из его ладони, сдирая кожу, и со свистом унесло в направление псины. Та даже почуять ничего не успела, раз, и у нее в боку дыра. А вот то, что произошло дальше, стрелку не понравилось вообще. Это существо просто развернулось и радостно поперло к нему, явно не замечая лишнего отверстия в теле. — Гребаный терминатор! — подумал Стас и побежал навстречу твари. Та весело оскалилась и в то же мгновение огребла укол мечом прямо в пасть. Тушка врага нанизалась на лезвие, секунду повисела, после чего осыпалась прахом, который тотчас же рассеял ветер, даже красиво. Смахнув с албопот, парень уселся в тени одной из колонн, намечался долгий день под не самую приятную музыку. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги.